Дневной разворот в Кирове Насколько я знаю, против запрета пропаганды гомосексуализма Выступила фракция Яблоко, Явлинский воздержался Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР почти в полном составе не голосовали Тем не менее, небольшая часть оппозиционных депутатов Все-таки поддержали инициативу А фракция Единая Россия голосовала за в полном составе Да, действительно, законопроект вызвал широкую дискуссию Не только в Петербурге, но и вообще в России А также за рубежом И вот 20 февраля представители сексуальных меньшинств В Москве провели акцию против принятия петербургского закона Под покровом ночи они разрисовали здание Московской епархии Также, насколько я знаю, согласно данному закону Нарушители, частные лица должны будут отдать казню 5000 рублей Должностные лица 50 тысяч рублей А юридические до полумиллиона Это за пропаганду Но у меня вопрос, что подразумевается за пропагандой Василий, может быть, ты можешь сказать? Я думаю, что это, в принципе, вопрос нужно адресовать к законодателям И пусть они объяснят, действительно, границы этого слова Какие варианты ответов? Давай перейдем к вопросу Вопрос у нас звучал следующим образом Как вы относитесь к гомосексуалистам? Итак, начну с пятого места 8% сказали я сам или я сама из их числа Вот сразу же скажу, что я удивился, когда увидел эту цифру именно 8% Думал, что она будет намного меньше Да, и тут же хочется сказать Вы опросили 632 человека Да, мы опрашивали как и на улице города, да, жителей, так и в интернете Но в основном, конечно же, этот вариант А именно 49 человек за этот вариант проголосовало в интернете На нашем сайте один источник Единица источник.ру, первый источник 49, это на каком месте? Это, по-моему, в интернете, на сайте у нас было на третьем месте На третьем месте, да, ну вот смотри Исходя из газеты, да, 8%, из опрошенных это получается, ну, больше 50 человек Да? У меня с математикой не очень хорошо Но я думаю, что не каждый на улице будет как раз отвечать Именно голосовать за этот вариант Поэтому большинство же все-таки в интернете именно проголосовало Хорошо, следующий вариант какой? Так, то есть на пятое место я сам из их числа Четвертое место, 15% ответили, их надо лечить Так, дальше третье место, 16% выбрали вариант Они нормальные ребята Второе место, 27%, ну, то есть это почти каждый третий Ответил, не обращая внимания И первое место, 34%, то есть это есть выбор города Ответили крайне негативно Мы с тобой общались до эфира, и ты сказал, что у тебя такое двоякое мнение, да? Два ответа у тебя Нет, почему? Я все-таки присоединяюсь к варианту, ко второму, да К 27% не обращая внимания То есть я и не за, и не против Но в то же время, вот что касается пропаганды, то я лично крайне негативно отношусь к пропаганде Гомосексуализма, то есть в любой форме, либо явной, либо скрытой Ну а вот пропаганде, мы говорим о пропаганде, то есть для тебя это что? Это когда что делают? Ну вот, например, сейчас мы постоянно вынуждены наблюдать в средствах массовой информации по телевидению Особенно на молодежных телеканалах, в музыкальных клипах, кинофильмах Подобную как раз пропаганду, да? И перед нами ежедневно предстают персонажи, различные деятели, поп-звезды Которые говорят о привлекательности, либо выгодности такого образа жизни Что-то я не могу вспомнить именно о том, чтобы они говорили, что это привлекательно Или каким-то образом способствует Они своим примером просто показывают как раз и Ну вот разве что так, и вот будет ли это по закону считаться пропагандой? Я хочу обратиться к нашим слушателям 708-502, звоните к нам, интересно нам ваше мнение У нас еще есть номер для смс-сообщения Да, это 8-909-720-101-0, как вы относитесь к гомосексуалистам? Но я хотела бы вопрос расширить А я бы хотел, подожди секунду, я бы хотел еще напомнить, что у нас есть сайт Ихакирова.ру, там проводится аналогичный опрос Можете там щелкнуть по кнопочке, и ваш голос учтется Да, если у вас есть поблизости телефон, интернет, пожалуйста, голосуйте И было бы интересно нам сравнить, да, ответы, которые в источнике новостей Какой вариант из ответов тут занял, да, первое место И какой из вариантов выберете в большинстве вы у нас на сайте В конце программы мы посмотрим, будут ли отличаться ответы Но и вопрос хотелось бы расширить Последние несколько лет эта тема, она так активно обсуждается Почему? Потому что это модно, потому что это, не знаю, может быть, это эпатаж Потому что, возможно, за этим люди пытаются прикрыть какие-то более важные, более острые проблемы общества Почему? Мы уже несколько лет так активно обсуждаем и, может быть, осуждаем Или просто перенасытились всем уже, надо что-то попробовать Да, и это, может быть, это действительно модно и действительно перенасыщение возможно Но не случайно же в последнее время в России как раз говорят о существовании так называемых гей-мафии Там о заговоре геев, о существовании корпораций геев Массоны Даже во властных структурах Да, а у нас на линии появился Виталий Комлев, психолог и кандидат психологических наук Виталий, добрый день Здравствуйте Вы в прямом эфире? Да, Виталий, ну вот так как мы все-таки обсуждаем сегодня опрос, газета «Источник новостей» К какому вы варианту склоняетесь сами больше? Может быть, просто лично, а не как психолог? Еще раз вопрос, удочите, если можно Да, вот газета «Источник новостей» провела опрос на тему того, как относитесь к гомосексуалистам И вот есть несколько вариантов ответа, в частности, я сам из их числа, их надо лечить Они нормальные ребята, не обращая внимания, и крайне негативно Вот как бы вы ответили? Вы знаете, я что хочу сказать в первую очередь То, что в прошлом году еще один американский сервис проводил исследование по поводу мужской сексуальности И выяснил, что мужчин, они все-таки бисексуалы, как ни странно Мужчины именно, да? Если бы с углой психологические моменты рассматривать, они могут испытывать возбуждение и от того, и от другого пола Другое дело, что вот с нравственной и моральной точки зрения все-таки более правильным является дикий сексуализм То есть нравственной и моральной Могу объяснить, почему? Объясните Дело в том, что, в общем-то, под нравственными законами и под моральными в первую очередь Снимаются те законы, которые способствуют выживанию той или иной социальной группы Так? Вот в нашем государстве, когда идет сейчас большой демографический провал Вот этот тенденц отдельных социальных групп к гомосексуализму Согласитесь, что она все-таки не способствует развитию демографической ситуации в стране Ну, я вот, честно, за всем за этим вижу только вот эту единственную проблему То, что, действительно, демография у нас снижается, это, мне кажется, единственная проблема Да, мне кажется, это надуманная Ну, почему снижается? В конце концов, эти люди, которые, ну, вступают в такие отношения, они могут защищать ребенка другим образом Либо взять на воспитание Потом еще, на мой взгляд, происходит такая, в чем еще проблема Вот сама тенденция к гомосексуализму, она может быть показателем развития, так называемого, психологического одиночества в нашем государстве То есть, очень часто, когда человек чувствует себя одинокий Вроде бы вокруг него крутится большое количество людей, вроде бы можно пообщаться, но есть ощущение психологического одиночества Вот, когда он начинает себя позиционировать как гомосексуалист Как известно, они выделяются в отдельную социальную группу То есть, начинают помогать друг другу То есть, они как бы себя начинают идентифицировать и отгоражать от окружающего общества Виталий, вот смотрите, по данному опросу 34% категорически против, 27% ответили все равно Ну, о чем это говорит? О толерантности общества, наверное, к этому вопросу, да? Да, 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 все правильно То же самое, вот эта малая социальная группа, иная, не такая, как остальные люди Они начинают для остальных, ну, как бы, подсознательно нести какую-то угрозу Вот так же, как и, допустим, какие-то нацменьшинства То есть, тоже, если мы, допустим, подобные опросы в отношении английской кавказской национальности Я думаю, что у нас будут какие-то подобные результаты То есть, это, когда малая социальная группа, иная, чем остальные люди И люди начинают подсознательно от них ожидать и ощущать какую-то угрозу Поэтому идет немножко негативное такое отношение вот к данной социальной группе Как вы думаете, запрет, он может ли повлечь, ну, сыграть такую обратную реакцию, да? То есть, еще больше будут как-то люди обращать на это внимание Да, категорический запрет, он, скорее всего, еще усилит эту проблему То же самое, как мы будем принимать какие-то правовые или силовые меры, скажем так, к национальным меньшинствам, к социальным меньшинствам То есть, вы вспомните историю там, начинают запрещать какие-то неформальные организации И в итоге получают абсолютно сложный результат Здесь, скорее всего, будет то же самое Виталий, мы вас услышали, спасибо вам большое за комментарии Это был Виталий Комлев, психолог, кандидат психологических наук Да, у нас есть несколько СМС, правда, только одна с подписью, поэтому я ее и прочитаю Подписывайтесь, пожалуйста, под СМС-ками Не понимая, почему нет такого негатива к женской однополой любви Они никого не трогают Педофилы намного опаснее Даша Так, я, видимо, что ты не понял То есть, нет негатива, когда женская любовь, да? К этому более такое толерантное отношение, да? Не знаю, у меня абсолютно одинаковое отношение Что к однополой любви среди женщин, что и среди мужчин По-моему, это одно и то же Что касается законопроекта, хочу вот еще также отметить Что в Архангельской области с осени прошлого года действует такой уже закон Но и что касается закона в Петербурге Международная правозащитная организация выступила с осуждением закон На наказание за пропаганду гомосексуализма Правозащитники выступили против 708-502 Наш номер телефона и номер для СМС-сообщения 8-909-720-101-0 Пишите СМС-сообщение, только обязательно подписывайтесь Как вы относитесь к гомосексуалистам? И почему, как вы думаете, почему эта тема последние годы настолько обсуждаема? У нас звонок? Нет? Нет? Алло? Алло, алло, да, здравствуйте Да, да, здравствуйте Сергей? Сергей, Сергей, конечно Сергей Косолапов, бизнесмен, со владелец ночного клуба Сергей, ну и к вам тоже вопрос Так же, как он звучит и в газете «Источник новостей» Опрос «Как относитесь к гомосексуалистам?» Вот тут у нас есть несколько вариантов ответов Крайне негативно Не обращая внимания Они нормальные ребята Их надо лечить Вот какие варианты у вас? Давайте я свой вариант скажу Я так не точно не отношусь Потому что я-то гетеросексуальный парень Вот, а значит На самом деле мое отношение Как бы к ним, как к людям Которые имеют нетрадиционную ориентацию Она абсолютно лояльная Потому что я не вижу никаких проблем В том, что человек Как бы, да, там Ну, не хочу залезать к человеку в постель Я очень многих знаю из этих людей Которые совершенно вполне адекватные Нормальные люди С которыми я общаюсь И я считаю, что мы должны демонстрировать Толерантность по отношению к этим людям Ну, просто хотя бы из уложения к тому Что они делают, например, в другой своей поставке Например, там Так как среди них очень много людей Искусства, там, например Людей творческих Людей каких-то, ну, там Интересных в плане, там, того Что они разрабатывают, там, одежду, например Как дизайнеры Бывает, или кто-то еще Я против только лишь того Чтобы они ходили гей-парадами по улицам Потому что, когда они ходят гей-парадами То они могут Каким-то образом Как сказать Навязать представление о своей жизни Вот Детям, которые просто не понимают еще Пока в силу того, что они маленькие Ну, хорошо это или плохо Потому что все-таки Ну, а смотрите Есть же однополые браки В которых тоже растут дети Соответственно, они растут Видя это с малолетства Да, наверное, есть Как бы, но у нас-то однополые браки Они не разрешены Как бы, они, насколько я знаю Только в Калифорнии разрешены В Америке И, собственно говоря, в Голландии В Бельгии, как бы, в этих странах Вот На самом деле В этом тоже ничего страшного нет Потому что Если мы с вами Говорим о том, что у нас Государство светское То есть, оно, как бы Религия православия Которая это запрещает Она у нас не является Даже, как бы, доминирующей Да, то есть У нас есть еще мусульманство Есть еще какие-то каноны Там, буддизм Там, еще какие-то там Да, верования То есть У нас государство светское Поэтому нет никаких проблем С точки зрения того Чтобы там Юридически Когда-то было призвано То, что могут быть Однополые браки Пропаганда Пропаганда Это только выходить На вот эти вот парады Да, либо Что еще, как вы думаете Подразумевается Ну, как вы себе это представляете Что бы вам не понравилось Мне бы не понравилось Если бы я гулял Со своим ребенком И люди бы там Открыто, например Да, там Вот ходили парадом Да, и говорили о том Что их образ жизни Единственный верный То есть, ну, вот Мне бы это не понравилось Я бы не повел бы ребенка Как бы в то место Где эти вещи происходят Сергей, а вот такой вопрос К примеру Если мы немножко Остранимся от парадов И, ну, вот их походов По улицам Открытые проявления Чувств, к примеру Прямо на улице Вот при ребенке Как вы считаете Вот это будет пропагандой? Я вообще считаю Что в нашем городе В котором очень много Ветеранов Десантных войск Как бы Вряд ли будет Открытое проявление С их стороны Потому что они Просто элементарно Боятся получить в лицо Как бы за это дело Наши же ребята Они как бы Они же такие Они же никогда Не пройдут мимо Но это мы про Киров Говорим Это у нас же было По-моему, год или два назад Что-то подобное Вообще Наш город Он такой Наша глубинка Она чем довольно славится Она славится Определенным традиционализмом Даже консерватизмом В том числе В отношениях Вот если мы сейчас Пройдем по нашему городу Мы очень мало Встретим Целующихся парочек Там даже Гетеросексуальной направленности Потому что У нас так не принято Просто выражать Свои чувства И у нас там Этого точно вряд ли У нас традиция другая У нас стержень немножечко У нашего там Вятского народа Да, как провинциального Он немножко другой Нежели, например В более раскрепощенными нравами Как бы столицы Или там В больших крупных городах Поэтому для них Наверное Это более актуальная проблема Она не для нас Да, я понимаю А с точки зрения Как бы предпринимательской Чисто я вам скажу Что я совершенно спокойно Как бы не чураюсь Зарабатывать деньги там На том Что если приходят эти люди И просят организовать у них Предоставить им помещение В аренду Как бы под Их вечеринку То есть Такие вечеринки проходят В Кирове, да? В Кирове такое проходит Да, конечно Проходит И я вам скажу Что не вижу Чем раз в месяц Это проходит А много людей собирается? Людей собирается Ну По-разному Как бы Да То есть От 80 до 150 человек И это все Люди Которые Так скажем Ведут себя Довольно Прилично Как бы После них всегда Чистота остается То есть Для меня Для человека Который К арендаторам Представляет определенное Требование Как бы Это вполне желаемые Арендаторы А эти люди Вот они кем В основном работают? Ну Я еще раз говорю Представители Различных творческих Профессий Все это музыканты Там Дизайнеры Но сейчас Люди Которые Веб-программируем Занимаются Там нет Какой-то Такой Статистики Чтобы сказать Что если Ты веб-программист Я тоже думаю Что нет Такой статистики Да Я тоже думаю Что ее никто Не ведет Но как правило Практика Показывает Что это Представители Творческих Профессий Ну Опять же Может быть Это стереотип Такой Да Ну Смотрите Было же В свое время В Большом театре Там был слух О том Что там Все вообще Болеро Болеруны Это вот Как бы Они все Нетрадиционные Танцоры Сергей Танцоры Танцоры Да Танцоры Большое прощение Но ведь Были такие танцоры Которые тоже Там Гедемина Старанда Например Да Которые там Я не знаю Ну Плейбой Самый настоящий У которого Много женщин Было Или там Александр Годунов В свое время Да То есть Который Ну Не было у них Таких проблем Вы знаете Мы можем Перечислять Большое количество Известных Мировых Конечно Сергей Не думаете ли вы Что сейчас Такое активное Обсуждение Это выведение Как в целую Такую проблему Это не что иное Как Как средство Может быть Прикрыть более Какие-то Масштабные проблемы Нет Ну Я вам так скажу Что конечно же Когда начинают Обсуждать Так называемую Больную мозоль О чем людям Интересно поговорить Да То есть Может использоваться Я как пиарщик Профессиональный Вам могу сказать Что это очень часто Использовалось Например Отвлечь Как бы От Каких-то Более насущных Проблем Внимание Это конечно же Так Это можно На этом спекулировать Но тогда Можно обсуждать Не только это Можно обсуждать Легализацию Проституции Обсуждали Да И то есть Здесь Собственно говоря Ничего там В этом нет страшного То есть Ну пусть отвлекают Умный человек Он всегда знает И обращает внимание На то что происходит И в других местах И не только в тех местах Где обсуждение Таких проблем происходит Сергей спасибо вам Большое за комментарий Всего доброго До свидания Сергей Косолапов Бизнесмен Совладелец Ночного клуба Рассказал Как у нас В Кирове Ну на самом деле Смотри тут у нас И повышение тарифов И бензин В цене вырастет летом Так что Будет стоить Чуть ли там Не 34-30 Да вообще тут За последние дни Страшно жить становится После всех последних событий А у нас тут Законотворческая деятельность Направлена На гомосексуализм Да Ну при этом Говорили мы сейчас Сергеем про Киров Да Например в Петербурге Вот такие вот Клубы Это абсолютно нормально Нормально-то нормально Я вот о чем еще подумал Но все-таки Как вот расценивать Если люди Публично проявляют Свои чувства На улице Ну мы не берем Киров тут Да Я понимаю что Про столицу поговорим Да Ну может быть Не столько поговорим А как это будет прописано В законе Ну на самом деле Иду я со своим маленьким сыном У меня нет сына Я так Гипотетически То есть я иду со своим Маленьким сыном И он видит Как Ну допустим Целуются два молодых человека А как мне это Объяснить ему И будет ли считаться Это пропагандой по закону Тут очень много пробелов Знаешь такой Риторический сейчас вопрос Потому что Ответить никто на него не сможет Для меня это тоже загадка И почитав Достаточно материала в интернете По этому поводу ответов Я не нашла Ну и тут еще пришла СМС От Антона Это больные люди Вы рождественцы Таких надо лечить И изолировать От общества Антон спасибо за СМС Слушатели 708-502 Это номер для Ваших звонков Пожалуйста Что вы думаете Прямой эфир Высказывайте Свою точку зрения Номер для СМС Сообщения 8909-720-101-0 Подписывайтесь Ну и тоже знаешь По поводу стереотипов О которых мы говорили Что это якобы Люди искусства И творческие люди Ну я не знаю Может быть просто потому Что это все на виду На слуху Может быть потому Что эти люди Да действительно Они более потажные Они более Да действительно на виду Более публичные Поэтому можем делать Такую в голове Статистику себе представлять А на самом деле Мне кажется Срез Он Ну то есть Даже вспоминаю Там известное шоу По одному из телеканалов Когда Гомосексуалистом Оказался человек Рабочий И такое бывает Я не смотрю Телевизионное шоу Поэтому ничего Не могу сказать Что могу сказать О том что Ну вот мое Да Отношение Какой из вариантов Я выбираю Они нормальные ребята Потому что Я не скрываю У меня много таких знакомых Поэтому я придерживаюсь Вот этих 16% Людей которые проголосовали В газете Источник новостей Я плюс 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 один человек К ним 708 502 Наш номер телефона Говорим мы сегодня Как вы относитесь К гомосексуалистам Это опрос газеты Источник новостей Рубрика Выбор города В гостях у нас сегодня В студии Василий Юмшанов Как всегда По вторникам Главный редактор газеты Источник новостей Да Василий Ну кстати Как раз вот говорили Об одной из проблем Это по поводу демографии Да Вот еще Тоже прочитала О такой проблеме Вот по мнению психологов Именно о проблеме Гомосексуальности В органах власти Да По мнению психологов Психологи говорят о том Что геи предпочитают Окружать себя Именно своими И зачастую Вот Они выбирают соратников Не по деловым Каким-либо качествам Да А по принадлежности Именно к Нетрадиционной ориентации Ну это могу подтвердить Это действительно Если это подтвердило Так и есть У нас на линии слушателей Что ж ты смешиваешься Надо мной Алло здравствуйте Здравствуйте друзья Это Антон Долгих Ох Антон Добрый день Вот только что СМСку зачитали От некого Антона Сразу хочу сказать Что это не я Но у нас много Антонов Я уверен Да Там какой-то Отъявленный гомофоб Я к ним не отношусь Значит у меня позиция Следующая Это безусловно Личное дело Каждого человека Я солидарен с теми Кто не хочет залезать К ним в постель У меня тоже есть знакомые С такой ориентацией Я абсолютно ничего Против этого не имею Это личное дело Подчеркиваю Но так же точно Я против действительно Публичной пропаганды Против парадов И самое удивительное Вы наверное удивитесь Вот один Достаточно известный В городе человек Нетрадиционной ориентации Я его когда спросил О том Как он относится К параду Который хотят провести Да Он высказался Резко против Он даже матом Высказался Что они совсем Малофидели И он абсолютно прав Он прекрасно понимает Что во-первых Это настраивает Остальное общество Против них А во-вторых Это не нужно Не нужно показывать Это детям Не нужно это пропагандировать А в чем заключается пропаганда А вот здесь Игорь Самый сложный вопрос Я с вами согласен Ну вот например Парад Это в чистом виде пропаганды Ведь даже митинг политический Целью своей Ставит демонстрацию чего-то Здесь ровно то же самое Это безусловно А что еще А вот поведение Я бы не относил Конечно к пропаганде Но это самый сложный вопрос И я вообще согласен Что законопроект Этот наиглупейший Конечно зря его приняли Не нужно этого делать Что в Архангельске уже год Существует закон Это тут интересно Как они там живут Мне кажется Понимаете К сожалению Большинству общества На это наплевать Вот если у нас люди Продали голоса В Архангельске Вот они живут с этим законом То есть Общество больно К сожалению Люди почему-то не понимают Что это личное дело И если это не касается остальных Если люди не навязывают Свою точку зрения Не совращают детей Или других там Молодых людей Или девушек То это сугубо Их личное дело Какое дело остальным До того Как живут другие люди В постели Ну какое дело Поэтому я сторонник того Чтобы люди жили свободно Но при этом Конечно же Свобода размахивает руками Заканчивается там Где начинается нос соседа Это известное выражение Уинсона Террича Я с ним полностью солидарен Том, спасибо большое за звонок Вам спасибо До свидания Ну а сейчас мы быстро Сходим на рекламу И обязательно еще вернемся Тема продолжается Павлины говоришь Реклама Лазурный Какое красивое слово Здесь и вправду красиво Река Сосновый бор Чистый воздух И никакой суеты Хотите здесь жить Обращайтесь в Кировский ССК Коттеджный поселок Лазурный Телефон отдела продаж 460464 Всегда будет огромная разница Между теми Кто спрашивает Почему ничего не получается И теми Кто спрашивает Как сделать так Чтобы все получилось Бернар Вербер И мы Думаем так же И говорим об этом Тренинговая компания Флагман Вся информация на сайте flagmankirov.ru Теперь попросим Начальника транспортного цеха Радиостанция «Эхо Москвы» И газета «Бизнес новости» Представляют 13 мая Филармония Впервые в Кирове Единственный концерт Дежурного по стране Михаила Жванецкого Все новое И лучшее Нормально, Григорий Отлично, Косаньки 13 мая Филармония Михаил Жванецкий Партнер программы Дневной разворот Кировский ССК Продолжается программа Дневной разворот В Кирове Светлана Удельная Игорь Рысев И сегодня мы обсуждаем Опрос в газете Источник новостей Рубрика Выбор города Вопрос звучит Следующим образом Как вы относитесь к гомосексуалистам? Несколько вариантов Ответов Озвучим мы чуть позднее Потому что у нас Сейчас слушатель на линии Алло, здравствуйте Здравствуйте Да, представьтесь Я была Марья Ивановна Я уже один раз звонила Да, Марья Ивановна Мы вас слушаем Я вот что хотела вам сказать Вот по телевизору идет Парен Я не знала У меня знакомая сказала Посмотри, говорит И Парен Я не знаю В какой день Ну где-то перед субботой И вот там идет программа Где показывают Вот именно Крутят вот эти ролики Которые закупили за границей Вот там То женщина с женщиной То вообще Ну вот это Все вот этих Как вам сказать Ну сексом занимаются Ваше-то отношение какое к этому? Очень это негативное Пропаганде Или в принципе Как явлению? Нет, это общая гадость По-моему Это все пошло От заграницы Дело в том Ну вот один из вариантов Ответов Я уверяю Я уверяю Это было всегда И в каждой стране Это было безусловно Давайте мы вспомним Римскую империю И так далее И тому подобное Ну о чем? Я вам верю Но телевизоров Раньше не было А зачем по телевизору Показывать? Что там женщина С женщиной Там прибежали Не успели раздеться Уже пошло уже Как говорится Поехало Зачем показывать По телевизору Ночью? Мы вас услышали Все смотрят Мария Ивановна Спасибо вам за звонок Услышали Да, до свидания До свидания 708-502 Звоните к нам Это прямой эфир И номер для СМС Сообщения 8-909-720-101-0 Только обязательно подписывайтесь Иначе сообщения читать не будем И у нас сейчас Мы дозвонились До Владимира Вершинина Атамана Вятского казачьего войска Владимир, добрый день Добрый день, слушаю Да, вы в прямом эфире Обсуждаем мы сегодня Ну, отношения людей К гомосексуализму И почему? Потому что в Санкт-Петербурге Приняли, да, закон Именно запрещающий пропаганду Ваши отношения Как представителя Именно казачьего войска Что вы хотите Именно казачество Или мое личное мнение Ну, давайте начнем С вашего личного Ну, во-первых Я рассуждаю Как православный гражданин Я просто считаю Что руководствуясь Постулатами Библии Заветами Иисуса Христа Это практически программа Очень хорошая Для развития общества И если там Как раз вот От этих Сексуальных девиациях Говорится негативно И говорится Что это грех От которого надо избавляться Наверное, этому надо следовать Тем более У нас Так сказать Ситуация демографическая В стране Она не очень хорошая Рождаемость невысокая А как раз вот Если Педалировать Вот эти направления Взаимоотношений То, наверное, еще хуже будет А я Как вот Истинный патриот России Как Сторонник Вот именно Традиционного развития Которая себя В принципе Оправдала Я считаю Что Не надо Обращать на это Много внимания И не надо Придавать Большое значение Этому В принципе Ведь все мы Как говорится Создание Божий И Как говорится Если у человека Есть какой-то недостаток То Он его Как раз сам должен Исправлять Этот грех Если Недостаток Так Назовем его Но это Учитывая то Считает ли он это грехом Да С точки зрения Вот Православия Православно-христианской Веры нашей Веры наших отцов И нашей Теперешней Это грех От которого Желательно Избавляться И Не пропагандировать Его А то Что делается Конечно Это не очень Красиво Поэтому мы Выступаем Когда Вот например Ансамбль Какой-то Заезжий Берет Название Казаки И значит Вот кстати Хотела спросить Да Недавно приезжал Этот коллектив Вы выступали Против их выступления Именно Под этим названием Да Нет Мы выступали Не против Может ребята Талантливые Я смотрел В интернете То есть вы Ознакомились С материалом Да Может талантливые Я их просто не видел Но дело в том Что они себя Позиционируют Как казаки И выступают Фактически Вот С такими Наклонностями Которые Для казаков Совершенно Не характерны На высоких Каблуках Там В колготках Подобных Женским И прочее Прочее Поэтому Естественно У нас Эту Реакцию Вызвало Отрицательную Пусть они Назвали себя Шпильки Там И так далее Ребята Ради бога Мы ведь Как говорится Все понимаем Нет Ну что Вы выступали Мы выступаем Этих людей У которых Например Ситуация В отношении К другому полу Рассматривается По другому Мы выступаем Против того Что они Себя позиционируют Как казаки Что они Пытаются Это Пропагандировать Рекламировать Ну а что вы как-то связывались с ними Говорили Поменяйте название Или как Мы попытались Но Господин Рыбаков Я не помню Как Как-то вот так Фамилия звучит Не захотел Разговаривать Я понимаю Ему Эту группу С трудом Удалось Завести сюда Все же Заграничные ребята С Киева Если не ошибаюсь Вот И Я интересовался Их Так сказать Творчеством Тем более Я свободно Английским воде И некоторыми Другими Германскими языками И Там ничего такого В общем-то Нет In the middle Там и так далее Поэтому я Вы сами на выступления Не ходили Нет? А? Сами на выступления Не ходили Их нет? Мы ходили Но только мы Так сказать На ступеньках И тем более Видите Там дороговатые Как говорится Билеты Да и Казаки обычно Не ходят Вот В такие Заведения Это для молодежи Золотой У которых Денежки есть Я насколько знаю Там билеты Подорожали Когда мы Завели Свои акции Так что Я не знаю Я говорю Что я против Этих личных не имею Да Владимир Я имею против Так сказать Распространения Пропаганды И так далее Это грех Вот Владимир И очень спокойно Надо смотреть Я сегодня Всем этот вопрос Пытаюсь задать Что для вас Все-таки Пропаганда является Ну вот что Кроме этих Маршей Которые они ходят Ну пропагандой Являются Вот именно Вот эти Отношения Так сказать Ну что значит Отношения Он одевается Как женщина Но это уже Немножечко другое Это уже Немножечко другое Да Давайте мы не будем Отвлекаться Да То есть Ну видите Как бы тут Непонятно Сладывается ситуация Что считать пропагандой Кроме того Что они будут Маршами ходить Ну к примеру Да А что еще Ну я вот Что бы вам не понравилось Лично к примеру Ну я не знаю Дело в том Что когда вот Такие Артисты Типа Моисеева Выступает Которые Себя пропагандировали В 90-х годах Я помню Очень активно В этом направлении И потом Вот Они Значит Текстовки Там типа Голубой луны И так далее Мне это просто Далеко Не близко И непонятно И в общем-то Вот Такие отношения Мужчины с женщиной Если То есть Мужчины с мужчиной Женщины с женщиной Так сказать Гомосексуальные Они не должны Выходить Ну Людей Если такая направленность Есть Ради бога Пусть Сейчас у них Клубов Достаточно И так далее Пусть они там Эти отношения Развивают Но На экраны На странице Слез массовой информации Книг Это не должно выходить Потому что Это в общем-то Мне кажется Медицинское Так сказать Отклонение И Врачи Должны за этим Наблюдать Владимир Спасибо вам большое За ваше мнение До свидания Владимир Вершинин Одноман Вятского Казачьего войска Высказался Против 708-502 Ваша точка зрения Пожалуйста Звоните к нам И номер СМС-сообщение 8-909-720-107 Как вы относитесь К гомосексуалистам И наверное Я хотела бы Озвучить следующий Опрос В газете Источки Нет Сначала мы Зачитаем Итоги Нашего Опроса На сайте Подобного 3w Hockerova.ru Напоминаю Наш сайт Заходите туда Помимо того Что мы там Проводили свой опрос Там еще много Всего интересного Заглядывайте Вопрос Как вы относитесь К гомосексуалистам А да Вот уже 5% Я сам из их Числа Только что Не было Они нормальные Ребята 16% Не обращаю Внимания 22% Их надо лечить 9% И большинство 45% Крайне негативно А в источнике У нас сколько 34% У нас на сайте Даже больше Да И после этого Мы говорим Что более свободная Аудитория В интернете Ничего подобного Да Оказывается Смотрите Интересно получается Я сам из их числа В газете Ответили 8% А в интернете На сайте У нас 5,5% То есть даже меньше Я хочу Вам Сказать О том что Опросы проводятся По воскресеньям С 11 до часа В супермаркетах Глобус Также проголосовать Можно Отправив СМС На номер телефона Который указан В газете И на сайте Первый источник Первый источник Точка ру Заходите туда Давай тогда Анонсируем Следующий опрос Кто должен служить В армии Так он звучит Да И варианты ответов Каждый мужчина Все включая женщин Наемники Срочники И контрактники Как сейчас И армия Нам не нужна Отвечайте на этот вопрос Ну а мы Обсудим это В следующий вторник В прямом эфире Точно так же Как вы ответите Так мы будем обсуждать Так и будем обсуждать Светлана Узельная Игорь Рысев В программе Дневной разворот В Кирове Ну и на этом Мы наверное Попрощаемся Пока Пока